Вы смотрите MarketWatch, это краткий обзор главных событий мира финансов. Продолжаем говорить о монетарной политике ФРС США. Возможно, эта тема уже надоела, но именно она остается главным драйвером рынка. Более того, напряженность на финансовых рынках продолжает увеличиваться. Это отображается не только в повышенной волатильности, но и в отсутствии синхронности действий. Речь о явных распродажах на одном рынке и относительную стабильность остальных. В данном случае я говорю о достаточно сильном обвале котировок золота, в то время как фондовые индексы США, собственно, как и сам доллар США, не показывают сильных движений. Возвращаясь к золоту, обращу внимание на явную истощенность покупателей. Если вы взглянете на недельный график, то увидите, что продавцы слишком долго топтались над областью поддержки 1695-1700 долларов за унцию. Поэтому устойчивый рост доходности гособлигаций США спровоцировал столь мощную волну снижения котировок драгметалла. Еще раз сделаю акцент на обвале этого актива, который обусловлен не неожиданным осознанием готовности Федрезерва повысить ставку, а слишком продолжительной консолидации его котировок над очень сильной поддержкой. Как бы это странно ни звучало, но этот обвал был спровоцирован не столько дополнительными продажами золота, сколько фиксаций открытых ранее сделок на покупку. На этот шаг их подтолкнули неожиданно очень хорошие данные из США. Количество первичных обращений за пособием по безработице продолжает снижаться, в то время как розничные продажи увеличились. Это очень хорошее подтверждение того, что Федрезерв не будет иметь никаких ограничений для агрессивного повышения ключевой процентной ставки. Речь не только о сентябрьской встрече, но и о последующих голосованиях в этом году. Конечно же это медвежий фундаментальный фактор для золота, фондовых индексов и криптовалют. Но в этот раз именно золото оказалось слабым звеном, не выдержав давления. Хотя все еще есть риск увеличения распродаж на рынке акций и криптовалют. Также не исключаю дальнейшего снижения нефтяных котировок. В данном случае проблема не только в стремительном повышении ключевой процентной ставки Федрезервом. Дело еще и в том, что Китай демонстрирует явные признаки снижения внутреннего спроса. Напомню, в среду Международное энергетическое агентство заявило, что в стране произойдет самое большое падение спроса на нефть более чем за три десятилетия. Вслед за этим появляется информация о том, что Китай рассматривает возможность экспорта большого объема топлива, тем самым подтверждая значительное уменьшение внутреннего потребления. Смещаясь на рынок криптовалют, обращу внимание на отсутствие паники в преддверии очередного повышения процентной ставки Федрезервом. Вероятнее всего, до официального оглашения результатов голосования по ключевой процентной ставке, и непосредственно в день голосования, биткоин и эфир еще снизятся. Но их относительная устойчивость продолжает внушать уверенность в способность рынка криптовалют удержаться от сильного обвала в более долгосрочном периоде. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка. Субтитры создавал DimaTorzok